Галеристы запрещали разговаривать с художником. Это же русский народ! Это русский народ! Самое время покупать искусство. Я думала, что я приду сюда, буду устраивать полный разнос. Каждая картина будет с какими-то своими спецэффектами. Искать веру в реальности, а не в цифровом мире. Всем привет! Меня зовут Настя, вы смотрите канал Art Channel. И сегодня 20 февраля, а это значит, что через считанные минуты начнется ярмарка современного искусства Art Rush в гостином дворе. На самом деле, ее можно назвать достаточно провокационной, потому что большинство представителей из арт-сообщества устроили настоящую забастовку и решили на нее не идти. Но я в свою очередь решила прогуляться и посмотреть, как там все устроено, чем она отличается от Космоску, потому что, несомненно, будут сравнения с Космоску. Поэтому, мне кажется, это видео будет интересно тем, кто решил не идти на нее, но в то же время вам наверняка интересно, как все это будет выглядеть. Поэтому сейчас я уже подхожу к гостиному двору и предлагаю с вами вместе разобраться, что и как устроено. Никакого баннера, как обычно, перед ярмарками, которые тут находятся, его почему-то нет. Получила я свою вип-карточку. И, кстати, очень приятно, что с этой карточкой можно проходить во все дни, посещать ярмарку не только один день. Очень здорово. Только я не знаю, как они идентифицируют, то есть можно ли их передавать или нет. Но посмотрим. Но пока что впечатления достаточно приятные. При входе гостей встречает схема ярмарки и план арт-форума, на котором до 23 февраля выступит очень много интересных отечественных и зарубежных спикеров, среди которых даже будет правнук Камиля Писарок, известнейший ирландский художник Кевин Эбош, член Международного комитета Таид Модерн Сильван Леви и многие другие значимые персоны из мира искусства. Самое время покупать искусство и дарить подарок искусству. Хорошего всем вечера, наслаждайтесь. На ярмарке представлено 80 стендов, среди которых превалирует число персональных стендов художников. Мне понравилось, что организаторы предоставили возможность поставляться художникам, которые не стоят в галереях, потому что существует очень много художников достойных, которые начинают свой путь и пока что не могут попасть в галереи, но у них есть здесь хорошая возможность начать свой творческий путь, продемонстрировать свою творчество. Один из плюсов стендов, индивидуальных для художников, заключается в том, что очень часто я на Космосковье сталкивалась с тем, что когда я приходила на стенд галереи, галеристы запрещали разговаривать с художниками, а это, кстати, очень нехорошо. Ну, как бы это понятно, почему так происходит, но очень интересно послушать от автора о его работах. Я уже познакомилась с многими интересными художниками, до этого с ними не была знакома, один из которых это, сейчас скажу, это Тарас Левко, который работает со своей женой и делает замечательные скульптуры. Он говорит, что очень большой спрос, вот он мне дал визитку. Да, сейчас сфокусируется. Да, вот это он. И, в общем, приходите обязательно, посмотрите, это того стоит. Но этот стенд точно будет пользоваться спросом у инстапоклонников. Направлять на картину, на любую, и каждая картина будет с какими-то своими спецэффектами. Ну, что-то, они немножко заслоняют, поэтому дёргут. Что себе? Ей плохо прямо становится. А может быть, с этой попробовать? Можно с другой, давайте. Давайте, стой. Венеция подправляетесь. Так. Ну, и здесь, видите, она начинает вот так вот преображаться. Организаторы ярмарки рассказали, что арт-объект художника Зарикетодор Жиева, возвышающийся посреди ярмарки, примет участие на 17-й архитектурной бейнале в Венеции, которая пройдет в этом году. Нужно сказать еще, что здесь очень специфичный народ, он очень отличается от тех людей, которые посещают Космоску, но они очень интересные, своеобразные, но новые люди, новые лица, это же отлично, когда новые лица появляются в мире искусственных. Это же русский народ! Это русский народ! Под тяжкими ударами прошлого, потому что живет в мире недоверие друг другу и его жизнь. Особым вниманием гостей на открытие пользовался денежный трон Алексея Серкиенко, который художник изготовил из сверхпрочного стекла и наполнил миллионам долларовых банкнот. Даже мои знакомые, которых я тут встретила, которые ярые поклонники Космоску, они сказали, что, конечно, для искушенных зрителей искусство здесь представлено довольно специфическое. Как говорится, разные выставки и разные ярмарки должны быть. Люди, которые относятся к этому категорично и довольно скептически, призываю вас быть немного снисходительнее. Пусть и такое будет. Идем смотреть дальше, что тут интересного. Я хочу найти своего знакомого художника. Его зовут Флавен Мацкевич. Он достаточно популярный художник. Пользуется очень большим спросом. Представлен в различных галереях, в том числе в галерее К-35. Звоню как раз ему, чтобы узнать, на каком стенде он представлен. Точнее, я знаю, на каком стенде, просто надо узнать, где он находится. Меня привели, знакомясь с человеком, которого я ищу. Привет! Искать веру в реальность, а не в цифровом мире. А вот этот вот, вот этот экспириенс, который с бананом, вот тут вот был представлен, это с колбасой, да. Да, это что, это ваше? А его тоже можно купить за 150 тысяч долларов? Сделаем скидку, 120 тысяч долларов. Она настоящая? Да, конечно. То есть кто-то может чисто теоретически прийти и ее съесть, да, повторить? Естественно. На самом деле, я была готова к лучшему, но меня, как ни странно, ярмарка порадовала. Я думала, что я приду сюда, буду устраивать полный разнос, и потому что наша арт-тусовка создала такой какой-то информационный фон, не очень положительный, а точнее негативный. Я не считаю, что это, повторюсь, очень что-то такое ужасное и кошмарное. Я считаю, что должно быть много ярмарок разноплановых. Это хорошо как для мира искусства, как для художников. Пусть будет разный экспириенс, пусть будет разный тип. Более качественное, более популярное искусство. Оно должно быть, оно есть, и разный есть покупатель для этого, разный ценитель, так что будьте добрее, всем пока, и приходите на Арт Раша. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова